Юбилею Бориса Терентьевича Кузьменко ему исполнилось 80. Это человек, который руководил строительством второй очереди Днепрогресса, герой социалистического труда. В честь юбилея распоряжением мэра он награжден медалью за личный вклад в развитие города Запорожья. На чествование Бориса Кузьменко побывала наша съемочная группа. Он строил в Карелии и Дагестане, Вьетнаме и Казахстане, но главным объектом его жизни стал Днепрогресс-2. Работать пришлось в невероятно трудных условиях. Строительная площадка разделила город на две части. Действующий узел ГЭС не останавливался ни на минуту. В обеденный перерыв взрывали скальную породу и откачивали воду из котлована. Страна требовала больше электроэнергии. Нужна была не только талант организаторский, инженерные способности, но и особая смелость при строительстве этой уникальной станции. Здесь было трудно, но Борис Терентьевич где легче не выбирал. Строил не только гидростанции, но и школы, больницы, жилье. Эти времена считает самыми счастливыми. За многолетний профессиональный труд, личный вклад в развитие строительной отрасли, активное участие в ветеранском движении, юбиляр был награжден почетными знаками и грамотами различных степеней. Со всей ответственностью относился. Я чувствовал, что это не только почетно было строить эту Днепровскую, вторую очередь, Днепровскую гидроэлектростанцию. И ответственность была большая перед теми людьми, которые доверили мне эту очень сложную задачу. В свое время Днепрогресс-2 существенно изменил энергетический баланс страны. Теперь на гидростанции задумываются над созданием третьей очереди. Говорят, есть еврокредит, будет реконструкция и увеличение мощности. Но строить Днепрогресс-3 придется уже другим. А Бориса Терентьевича друзья и коллеги обещают поздравить уже со столетием. Хорошо бы юбилеи были каждый год. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!